Приветствую вас. Вы знаете, вот то, что я почувствовал, когда читал ваш текст, то, что я почувствовал, это очень сильное, мощное непринятие себя. Возможно, даже перфекционизм в какой-то степени у вас имеет место быть. Перфекционизм очень хорошо отображается в ваших детях. То есть, они у вас отличницы, они у вас умницы, они у вас спортсменки, они у вас вот такие прям успешные люди. Но у меня есть подозрения относительно того, насколько они счастливы, насколько вот всё, что они делают, является действительно их желанием. Может быть, конечно, это и так. И в таком случае, опять же, детям вы передаёте в таком случае свою, ну, ответность может быть в том, чтобы быть свободной, а себе оставляете свой удел в непринятии себя. Потому что, ну вот, во-первых, помимо двойняшек, да, есть ещё и детей, есть ещё и дети. То есть, ну вот, смотрите, да, значит, мальчик, всегда мечтал о мальчике. Ещё до замужества. Почему, зачем? Почему именно мальчик? Почему не девочка? Какая разница мальчик или девочка? Непонятно. Ага, мальчик приходил ко мне во сне. И что? Ну, приходил во сне и какое это отношение имеет к реальности. Я знаю, как он выглядит. Здорово, что вы знаете, как он выглядит. А если бы он в жизни выглядел по-другому, вы бы что сделали? Чем занимается? Ну, это, мягко говоря, странно. То есть, у меня есть такое ощущение, что ваши дети, они обязаны. Обязаны быть умниками, отличниками и спортсменами. Обязаны. Причина этого тоже нуждается в проработке. То есть, в раскрытии. Где вы, где ваше желание, где желание других людей. Далее. Я видела, как родила его, держите на руках. И что? Дальше, дальше то что? Ну, вот вы родили его, держите на руках. И что? Никакого особого значения ребенка, мальчика, вы не описали. В день, когда мы с мужем сделали тест и подтвердили беременность, к нам прилетел и повис на двери дачи голубой китайский фонарик с надписью «Я тебя люблю». И что? Опять же. Вы понимаете, такое ощущение, что у вас слишком много мистического. Слишком много установок вообще не имеющих отношения к вашим желаниям, к вашим потребностям, к вашим, ну, к вашим, так сказать, правилам. Проявлением пользы. Берите, уйди полдевочки, я не могу прийти в себя. Из-за чего? Человек, практикующий йоги, йогу цигун, различные духовные практики и медитации, не могу принять это. Что именно? Что именно не можете принять? Что с чем у вас борется? Конфликт именно какой? Есть ребенок. Ребенок – это счастье. Какая разница, какой пол для вас? Я понимаю, что для вас разница есть. Но кто определил эту разницу? А в жизни было два аборта. Опять, аборт – это нормально. То есть, ну, вы считаете, что нужно рожать в любом случае, даже если рожать нет возможности, желания, если условия не подходят. Мой мальчик, наверное, остался там. Может быть, остался, может быть, нет. Вы этого не знаете, но правда заключается в том, что именно мальчик для вас имеет особое значение. А какое вы не говорите? В моем возрасте это уже последний шанс родиться, и я понимаю, что в этой жизни сына не будет. Не будет сына. И что? Знаете? И что дальше? В моем возрасте, так, какая-то безысходность. Из-за чего? А вы какие свои желания увязываете с рождением сына? Какие надежды вы возлагаете на сына? Почему сын, по вашему мнению, вообще ответственен за реализацию ваших желаний и надежд? Понимаете? Как человек, которого нету, который только мог быть гипотетически, как человек может помочь вам в реализации себя? Здесь идет перенос ответственности. То есть вы то, что хотите, возлагаете на своего мальчика, который не родился. Вот. И вы находитесь в клетке, вы находитесь в запертии вот этой вот своей установке, своего сценария, который у вас, вероятно, есть всю жизнь, и которая проявляется в том, чем занимаетесь вы. То есть вот это вот всё, йога, цигун, духовные практики. Для чего вам это всё? Зачем? От чему вы бежите? От чему вы защищаетесь? Что оправдываете? А что ваши дети оправдывают? Те девочки, я имею в виду, близняшки, двойняшки. Которые, которые. Значит, вот с чем нужно работать, а не с сыном. Со своими желаниями нужно работать, которые вы связываете с сыном, а не с тем, чтобы принять, что в вашей жизни не будет мальчика. На самом деле. Вот. Вы пишете, всё, вероятно, ещё осуществлено гормональными всплесками. Какими всплесками гормональными? От чего? Из-за чего? Я имею в виду, если из-за беременности, то это нормально. Вам нужно просто посоветоваться с врачом, чтобы он вам для выравнивания настроения что-то дал. И всё. Я устала тонуть в этой депрессии, мне стыдно перед малышкой. Так. Я устала тонуть в этой депрессии. Я не очень понимаю, сколько времени у вас длится это состояние, но суть по всему не очень долго. Вы говорите, я уже устала тонуть в этой депрессии. То есть, есть ощущение, что вы, может быть, запрещаете себе быть слабой, запрещаете себе просто погрустить и так далее. То есть, выполняете какой-то некий план. Это первое. Второе. Депрессия, если она у вас есть, должна быть диагностирована. То есть, если есть депрессия, её нужно диагностировать, назначить лечение и так далее. Далее. Стыдно перед малышкой. За что? За то, что вы её не принимаете? Да. За то, что вы её не принимаете, вам, может быть, должно быть стыдно. Это так. Но, по факту, больше стыдиться вам не за что. Потому что вам грустно, вы избытываете грусть, нужно позволить себе грустить. То есть, понимаете, ну вот, с одной стороны, есть некое избегание в мистические представления, с другой стороны, есть некая несвобода в своём жизненном пути и отношении к детям, и с третьей стороны, есть чувство вины, явно гиперболизированное. И вот эта вот фраза, я устал оттануть в этой депрессии. Возможно, вы говорите правильную вещь, что это действительно депрессия и что вы действительно испытываете давление на себя со стороны, ну скажем так, родительских фигур или кого-то из важных для вас фигур, значимых фигур. Вполне может быть так. Но какое отношение имеют значимые фигуры к вам, какое отношение имеют эти фигуры к тому, из чего вы хотите, большой вопрос. Но совершенно очевидно, что вы к своим желаниям привыкли относиться, ну не очень чувствительно, не очень внимательно, потому что пока ваши желания связаны с детьми. То есть ребёнок, ребёнок должен реализовать какие-то ваши желания. Ну это является деструктивным фактором на самом деле. То есть, вполне может быть, что у вас есть остановка, да? Каждая женщина должна родить там мальчика. Вот. А может быть дело вообще не в вас, а дело, например, в вашем муже. Почему вы только о себе думаете? Почему вы полагаете, что всё дело в вас? И может быть, может быть, у вашего мужа. Такая генетика, что только девочки появляются. Кроме того, кроме того, разве вы не знаете, что пол, значит, ребёнка, да, он как бы абсолютно случайно получается? И если это случайность, как вы можете рассчитывать на то, что будет мальчиком? Откуда вся эта вера в предсказание? Почему вообще должен быть мальчик? Для чего вы вообще рожаете? Вот вы говорите, желанная беременность. Желанная для чего? Желанная для кого? Желанная по поводу чего? Какое желание реализуется через беременность? Понимаете? Вот. Не тот ли случайно перфекционистский, перфекционистско-идеалистический курс жизни, который вы ведёте. Мне кажется, это нужно уточнять. Мне кажется, это нужно разбирать более подробно. Подумайте об этом. Вам действительно не нужно читать. Вам действительно не нужны какие-то техники, медитации. Что вы говорите? Медитации какие-то, да. Я полагаю, что у вас этого и так много всего. Я полагаю, что здесь имеет место быть некие глубинные установки. Более. И, в частности, важная стратегия жизни вообще. И отношение к детям. И к себе через детей. Вот с этим и нужно разбираться. На этом всё. Я надеюсь, что помог вам. Если у вас остались вопросы, пишите в личку. Буду рад помочь, если вам понравился мой ответ. Буду благодарен, если сделаете его лучшим. Я желаю вам всего самого доброго и удачи. Идите. И я забираю вас. Мы с вами тоже, конечно. Мы подпишем. Подписывайтесь на мой канал. Продолжение следует...